Ну что, давайте мы поговорим с самим автором этого ролика, Андреем Сапкаловым, главой крестьянского фермерского хозяйства из республики Адыгея. Андрей Владимирович, здравствуйте. Добрый день, приветствую всех. Вечер точно. Спасибо, что вышли к нам в эфир. Вы знаете, удивительно, то есть в сельском хозяйстве на самом деле работает не так много людей, а тема, которую вы сделали публично, отозвалась просто у колоссального количества горожан, вы не поверите. Вот, честное слово, там порядка 15 писем только мне в почту прислали. Люди полным гневом, что типа так они вынудят народ выйти с вилами. Ну, вот давайте как бы, учитывая, что специфику вашей работы не все там точно понимают, остановитесь на самых важных пунктах. Почему вы считаете, что вот данный приказ, он еще не подписан, а представляет там смертельную угрозу именно для небольших крестьянских фермерских хозяйств? Да, этот проект еще только в внутриведомственном согласовании, то есть сейчас он ходит между несколькими областями, его изучают ветеринары данных областей. И вот один из таких ветврачей нам прислал этот документ, и у нас появилась возможность досрочно, до того, как он будет в публичную сферу вынесен, изучить его. И основные ключевые вещи это то, что полностью исключается свободный выгул. То есть вся птица, которая есть в России, она теперь должна уйти либо на клеточное содержание, либо в помещение, и только для очень мелких хозяйств, у которых до 50 кур. И следующая категория, это уже называется крупные хозяйства, это от 51 до 999 кур, вот им допускается вольерное содержание. То есть ты можешь выпустить на пристройку к курятнику, которая будет защищена сеткой и поликарбонатом или пленкой сверху. Сейчас у нас в России порядка миллиона 600 тысяч личных подсобных хозяйств, и фермерских хозяйств еще тоже несколько сотен тысяч. И у большинства личных подсобных хозяйств есть птица. Она на вольном содержании, она может в саду ходить, может в огороде пастись. То есть у нее есть курятник, но нет необходимости строить вольер и запирать ее на карантин. То есть как вот мы с вами все пережили 2020 год, 2021, вот сейчас по сути с птицей хотят сделать то же самое. И дальше эти ветправила обязывают, новые ветправила обязывают иметь по сути 3 курятника вместо одного. То есть у вас, допустим, есть 100 кур, вам нужно, получается, на 30 квадратных метров построить курятник. А новые ветправила говорят, что помимо курятника вы построите, пожалуйста, карантин, где у вас новое поголовье будет 21 день жить, прежде чем вы их переселите в курятник. А потом вы построите, пожалуйста, изолятор, потому что если вдруг мы, ветеринары или Россельхознадзор, заподозрим, что ваши птицы заболели чем-то, то мы их должны переместить в изолятор, равный площади курятнику, тоже 30 квадратных метров. А если вы хотите, чтобы у вас не только в помещении сидела птица, а она еще как-то на солнышке пребывала, вот постройте солярий, который, это все финансы, это деньги, и за 10, 50 или там 100 кур никто не будет это делать. А если у тебя этих пунктов не будет выполнено, то Россельхознадзор придет к тебе со штрафами и скажет, все, мы тебя закрываем, вот ты не выполняешь ветправила новые, поэтому ты не имеешь права осуществлять... Извините, я правильно понимаю, что если у меня, допустим, по участку ходит там десяток или два десятка кур, то вот я буду нарушителем вот этого распоряжения, этого приказа, ну фактически нарушителем закона. Все верно, да, то есть эти правила отменяют старые правила, которые сейчас еще действующие, это 103 правила для личных подсобных хозяйств и открытых птицеводческих хозяйств, которые являются фермерскими обычно. И 104 правила, которые были написаны для птицефабрик, вот эти правила уходят в прошлое, и на их смену приходят эти новые правила. И там четко перечислено, многие думают, что это коснется только тех, кто делает на продажу, выращивает мясо курицы или яйцо производит на продажу. Нет, это коснется всех, у кого есть хотя бы одна курица. То есть если у тебя попугайчик, к тебе вопросов нет. Если у тебя хотя бы одна курица есть, все, ты обязан иметь три курятника, пометохранилище, склад для... И главное, что они не должны быть на свободном выгуле. Значит, объясните мне, пожалуйста, ну я же понимаю, что в Минсельхозе не враги народа засели, они там перед президентом отчитываются, значит, у них рост надоев, поголовья и всего остального. И вроде как цифры такие неплохие. А ради чего они решили вот все это устроить? Ну, скажем так, началось все еще в январе этого года. У нас в Адыгее, я так понимаю, что по всей России устроили такие заседания чрезвычайных комиссий противоэпизотических, на которых было сообщено, что вот в Европе плохо с птичьим гриппом, по миру плохо с птичьим гриппом. И вот в России есть там несколько каких-то прецедентов, что какие-то птицефабрики пострадали. Поэтому, друзья дорогие, все переходим на закрытое содержание кур несушек или там бройлеров, кто бы у вас там ни был, все на закрытое содержание. И сразу же после этого совещания сказали, что мы до марта всех обойдем. У кого, кто на учете уже стоит, да, у кого есть официальное содержание птицы. Всех обойдем, Росельхознадзор, и проверим. И вот они 14 февраля к нам пришли и уже выписали, что вы построите забор, который от грызунов защищает заглубленные дисбарьеры, вырубите все деревья и неизолированный выгул исключите. А я посмотрел, откуда они формулировки взяли, требования устранить в течение месяца, срок конкретно поставлен. И оказалось, что 104 правило. То есть обоснование, зачем они это делают. Повышение биобезопасности, то есть защита от птичьего гриппа. Но в России нет такого количества прецедентов и прям вот эпидемия птичьего гриппа, которая бы шла по всей стране, что мы приняли решение, все, у нас 90 лет птицы содержатся на открытом выгуле, и никаких вопросов не возникало. А сейчас мы всех переведем на карантин, на вечный карантин. По сути, там правило до 31 года утверждается. Но, естественно, их будут потом лонгировать. Если они будут лонгироваться просто. То есть за рубежом, если есть какие-то проблемы с птичьим гриппом, там как бы надзорные органы рекомендуют перевести на закрытое содержание, на время. То есть вот сейчас есть проблема, мы на время перевели в закрытое содержание, а потом вернули обратно на вольное содержание. И в целом по миру есть уже целый спектр стандартов производства яйца, того же куриного. Клеточное, как у нас в России в основном, напольное. Потом вольный выгун, когда есть выход наружу из большого амбара с куринами. Пастбищный стационар, это когда прям зеленая травка вокруг большого амбара, и она ротируется, то есть секторами отдается курице. У нас вот мобильный пастбищный, мы работаем на самом передовом в России стандарте, и по сути являемся первыми, кто занимается товарным производством яйца, от мобильного пастбищного содержания. То есть у нас куры все время ходят по траве в мобильных курятниках, они защищены от хищников, специальной сеткой, электропастух. У них свежий воздух, вода, трава постоянно в доступе. То есть они находятся в благоприятных эпигенетических факторах. То есть их здоровье, иммунитет на высоте. У меня, кстати, простите, я перебиваю, у меня вот еще какой вопрос. Я вижу вот в тех пунктах, которые вызывают вопросы, запрет на свои корма, значит, птицу можно кормить только заводским комбикором. Это правда или нет? Да-да, это один из пунктов, он под номером 16 идет. И, соответственно, вот он конкретно зачитает, что кормление птиц должно осуществляться полноценными комбикормами заводского изготовления, прошедшими термическую обработку при температуре, обеспечивающей уничтожение возбудителя болезни птиц. У меня вопрос, у меня вопрос, извините. Вот на самом деле я хорошо знаю разницу просто вот как на вкус отличается курица, которую кормят комбикормом, ну и, соответственно, которую вы можете купить там в любом супермаркете, и курица, которая там на вольном выгуле, плюс которую кормят чистой кукурузой. Вот для тех, кто не знает, для наших уважаемых там зрителей и слушателей, там крепость скорлупы такая, что ее, в общем, нужно с усилием разбивать. Это когда курочку кормят первоклассной кукурузой. Ну и сама курица такого желтого цвета, вот ее законские деньги продают в специальных магазинах, и есть довольно много людей, которые хотят курицу с вольного выгула, и чтобы она, в общем, как бы питалась не комбикормом. Я верно понимаю, что, значит, ну какие-то особо ретивые люди в Минсельхозе вот окончательно совершают разворот на обслуживание интересов гигантских агрохолдингов, а все вот эти пресловутые крестьянские фермерские хозяйства, которые хороши только вот как такой этнографический антураж, они все идут по боку. Все верно, да, то есть тут задача, получается, все переключить на крупного производителя. То есть те лимиты, которые ввели, оставили фермерам, да, если ты не хочешь работать по стандартам птицефабрики, которые технически невыполнимы, там просто катастрофические расстояния до ближайшего соседнего участка. То есть, да, если у тебя до 5000 голов, то у тебя 500 метров должно быть до ближайшего участка. Там не написано даже, что до жилого дома, просто до ближайшего участка. 100 гектар нужно иметь, чтобы от 1000 до 5000 голов держать. То есть, ну, это невозможно. Соответственно, у тебя, как у фермера, остается возможность работать только на масштабе до 1000 голов. Это нерентабельно. То есть, мне нужно будет, чтобы 1000 голов кур держать и продавать яйцо так, чтобы не разориться, мне нужно будет его продавать по 500-600 рублей за десяток. Вот, чтобы с фермы оно уходило. Затруднительно, я думаю, продавать яйцо по 500 рублей с десяток-то. Да, да, да. Вот то же самое будет касаться и мясо бройлера, да, если частные хозяйства ИПА и КФХ его производят, то им нужно будет в 5-6 раз сократить объем, потому что иначе они не выпадут в категорию, по сути, птицефабрики. И все, там все для них закроется. Поэтому они должны будут снизить объем, а чтобы снизить объем и не разориться, опять же, нужно повышать цену. Только такой рычаг остается. Вот, и поэтому, естественно, и на мясо цена у фермера вырастет, там, не знаю, до 1000-1500 рублей за килограмм. То есть, естественно, он конкурировать с птицефабриками не сможет, и большинство людей, конечно, сделает выбор в пользу птицефабрики, потому что нет таких ресурсов финансовых. Ну, покупательская способность не настолько велика, что... Это само собой. Да нет, ну как бы и дураков нема, на самом деле, яйца по 500 рублей покупать. Причем покупательная способность. Нужно, в общем, быть совершенно, в общем, человеком, там, больным на голову, чтобы покупать продукт питания по такой цене. Вот я тут не берусь утверждать, там, довольно много лет назад, мне в Белгородской области местные говорили, что Белгородская область, в общем, знаменито, всегда была тем, что там находятся гигантские свиноводческие хозяйства. Всякое там Белогорье и еще несколько крупных компаний, то есть там сотни тысяч, если не миллионы голов свиней содержались. И вот ради того, чтобы не возникала свиная чума, там запретили, ну вот, в близлежащих селах держать свиней в частных хозяйствах. Просто запретили и все. Ну, и это не стало никаким публичным событием. Ну, а как? А куда ты денешься? Нельзя и нельзя. Я так понимаю, что здесь, в общем, предполагается сделать ровно то же самое, но только у меня вопрос. Но крупные свинофермы, они, в общем, в количестве ограничены. То есть, ну, их можно там пересчитать по областям. А вот птицефабрик, учитывая короткое плечо логистики, ну, по тому же самому яйцу, в каждой области, в каждом субъекте федерации, ну, в общем, сколько-то довольно много. И я так понимаю, что введение этих правил действительно закрывает вот всякую даже теоретическую возможность для ведения негигантского хозяйства. Абсолютно верно. Только здесь все даже хуже. То есть, практика того, что запрещает содержание птицы вокруг птицефабрики, она сейчас уже есть. То есть, 5, 7, 10 километров — это вот такой радиус, который официально можно птицефабрике добиться, чтобы была... Ну, это, по крайней мере, объяснимо. То есть, это можно понять, почему в радиусе 10 километров нельзя. Я понимаю. Вот, хотя людям, которые там жили испокон веков там в деревнях, вот, им от этого не легче все равно. Почему это нельзя? Да, а сейчас речь идет о том, что таким оброком обложить содержание птицы вообще по всей России, неважно, где у тебя птицефабрика ближайшая будет в 300-500 километрах от тебя, ты будешь обязан выполнять такие требования, которые будут делать твое яйцо, то вот, ну, она вот тебе для себя содержит 10 кур, оно тебе будет обходиться в 500 рублей за десяток. Я понял. То есть, если ты не станешь этого делать. Давайте выйдем на какой-нибудь, ну, не то чтобы конструктив, на какой-то вывод. Вы что предлагаете? То есть, этот приказ должен быть полностью отменен, он должен быть адаптирован, а он должен быть что? Я предлагаю оставить все как есть. То есть, сейчас есть отдельный ветправило 103, они для личных подсобных хозяйств и для открытых птицеводческих хозяйств. Вот. А есть 104 правило, то есть, они для птицефабрик. Пожалуйста, если у вас на птицефабриках якобы есть какие-то проблемы, и вы на основе наличия этих проблем хотите перенажить ответственность за проблемы на птицефабриках на малое хозяйство, ну, пожалуйста, наведите порядок на птицефабриках. Пусть у них там все будет хорошо. Понял. Но если те меры, которые там работают, применяются сейчас, они не срабатывают на них, а эти проблемы переносятся, выходят за пределы птицефабрики, то какой смысл дублировать неработающие решения на всю страну? То есть, если они там не сработали, где они жестко контролируются, то масштабирование на всю страну неработающих решений не решит проблему. Благодарю вас. Спасибо большое, что вышли, объяснили, и спасибо, что вы подняли эту проблему, по крайней мере, до того момента, когда она стала бы практически неразрешимой. Это был Андрей Сапкалов, глава фермерского крестьянского хозяйства из Адыгея.